Оказывается, наши журналисты, в том числе и я, во многом ошибаемся. Где-то мы используем язык вражды, где-то мы используем неправильные термины, где-то можем разжигать огонь к той проблеме, которой на самом деле нет. Мы используем этот тренинг, в том числе и качество, в том числе и качестве, и в том числе и качестве, это необходимо. И, на самом деле, мы используем и в том числе, и я думаю, что это важно для нас. Мы в Санкт-Петербурге, работаем в мировом Брест Airport, моем городе, обезболевленность, сгил nuestros великих врагов. Наверное самым интересным было то, что у нас на Береликии Оказывается, можно сделать очень пропагандирующий материал, который может вызвать агрессию общества. Сама на себе чувствительная тематика относительно религии является очень тяжелой, потому что мы должны не вызвать агрессию. Так как мы говорили также о миротворческой журналистике, то есть эта медиативная журналистика является для нас в данном моменте очень приемлемой, так как мы должны попытаться каким-то образом повлиять на этот конфликт в качестве урегулирования, то есть не дать ему разрастись еще больше и вызвать какое-то, наоборот, разжигание, как бы так помочь его решить, хотя бы каким-то своим небольшим вкладом. Я впервые в Душанбе, в такого рода тренинги и впечатления самые замечательные. Во-первых, организованных тренинга, тематика, тренера, подготовка, все на уровне. Помимо этого еще такой контингент собрался журналистов, ищущих журналистов, желающих работать, работать в первую очередь над собой, плюс дополнительно к тому улучшать свое мастерство и быть полезными для своего общества. То есть даже на перерывах обсуждения темп тренинга у нас не заканчиваются, не прерываются. Мы, журналисты, говорим. Мы, журналисты, 계속 такие. В основном, терроризм и экстремизм сложные ситуации и с гражданскими очень сложными, неравность с комфётом присоединяем. Мы должны быть в этом месте с помощью нашей работы. Мы можем пересечь от наших вопросов. И в первую очередь, мы должны быть в этом месте. Мы должны быть в этом месте с помощью журналистов. В общем, мы должны быть в этом месте. Время, когда мы говорим о терроризме и экстремизме. Мы получили много информации за четыре дня, новые знакомства, новые люди, новые точки зрения, много той информации, которая не была, или та информация, которая уже была, но ее здесь структурировали, чтобы показали, как это можно использовать на практике. Очень важно то, что сегодня многие журналисты ошибаются, они пишут всякие слова, язык вражды, и мы будем стараться не допускать таких ошибок. И еще многое, что узнали про права журналистов, и как вообще можно писать статью, что можно использовать, а что нет, куда ссылаться, на какие источники. И это все нам было очень важно, как вообще начинать статью, как писать заголовок и лид, и все было очень интересно. Из того, что хотелось бы попросить в будущем, чтобы было больше, это, на мой взгляд, нужно было составить глоссарии терминов, которые используются в исламе и в христианстве. И я думаю, что Рустам Азизи помог бы нам подготовить тот такой глоссарий, который помог бы нам работать и помог бы разбираться в тонкостях, которые очень многие журналисты, да и не только журналисты, а порой эксперты, не очень хорошо знают. Надеюсь, что этот тренинг не последний и что начатая хорошая традиция будет продолжаться. В первую часть таких тренингов мне очень понравилась. Конфектно-чувствительная равновидность, которая действительно сейчас очень актуальна и важна. Я считаю, что побольше нельзя проводить такие тренинги. Каждая сессия была очень насыщенной, каждый день был насыщенным. Тренера очень опытные, грамотные люди, так что я всем советую посетить этот тренинг и спасибо, что организовали такой тренинг на высшем уровне. Редактор субтитров А.Семкин